Мы не властны, потому что наше тело Богу принадлежит и называется храм Божий. И ничего, кроме блуда, люди как будто не знали и не хотят знать. Там кто говорит? Да пусть покажется. Пусть покажется, только не ругайтесь, я ему отвечу. Так, я вам скажу два слова, если хотите узнать больше про душу, для чего человек живет, зайдите по скайпу на меня, Игнатий Лапкин. Игнатий Лапкин, моя фамилия и имя. Скайп, скайп, знаете скайп, беседовать можно. Или во свете Библии канал. За грехи людей и воскрес для нашего оправдания. И люди этого не знают совсем. Он умер за нас, взял, подъял грехи, говорит, и ранами его мы исцелились. Пророк Исаия, 53 глава, пишет об этом. Да, да. Да. А без пролития крови нет прощения грехов, Павел пишет к евреям. Люди не понимают. А я вот, я верю, я показываю Библию, а мы нет, у нас другая книга. Я говорю, какая, наверное, такая? Ну да. Я говорю, ну и считай, что написано. Ничего не может прочитать. У вас тоже написано, беззаконие не делай. Ты не избавишься от греха. Ну, по крайней мере, узда надета. Как Надежда Крупская говорила, религия узда для масс. Как я ее понимаю? Повторите, что сказали-то? Я говорю, как я ее понимаю? А, истинно так. Она говорила, 17% разводов – это национальная катастрофа. А у нас сегодня 86,5% разводов первые три года. Действительно, да. Да. За время перестройки в Российской Федерации произведено 120 миллионов абортов. Государство утонуло в вагине. Там же не было такого. Введено, что аборты были. Ну, тогда не было. Но, однако, фараон заставлял убивать младенца. Если мальчик, убейте его. Повивальным бабкам говорил. Однако есть, а, однако, ничего нет. Ну, понятно так, что когда скажешь, что... Ну, зачем это у нас будут плодить нищету? Я говорю, у меня отец с фронта вернулся. Вот так руки нету. И нас 10 детей, 5 мальчиков, 5 девочек. Ни одного больного нет. И никогда не слышали, чтобы ругали власти. Что виноват там правитель какой-то. А вдвое с матерью полкласса не кончили. Всех научили жить по Слову Божию. Это какая серепетия? Да. Я говорю, какая серепетия? Не нужно ругать власть, но при этом рожать. Рожать и живём в такой бедности, сказать нельзя. И ни одного ребёнка больного нет. Мне 81-й год, я ещё таблетки не съел. Учитывая, что у меня, за слово Божие, позади 5 тюрем и лагерь. Морозилка, в которой меня вымораживали. Выкручивали. И ни на кого не злимся, ничего. У меня 38 томов вышло из печати книг. Так приехал из КГБ. Так что хотел бы я вам сказать. С этим расценком тогда, это было 11 миллиардов. Изъяли самую крупную фонотеку. И тогда суд выиграл через 11 лет. А рассчитываться нечем. И предложили недвижимость. И вот я имею это. А вот вы такой пожилой уже человек, на преклонных лет. Что здесь делать? Ну, забыли здесь четверо лет. Если я христианин верующий, я знаю делать то, что мне Господь сказал в своей книге. Нет, а что вы сделаете здесь? Здесь же одна моральщина. Еще раз я. Где? Вот здесь в комнате или в чат-рулетке? В чат-рулетке. В чат-рулетке. Я повторяю. Это Содом и Гаморра. Одна зараза. И поэтому нас Господь посылает, как врачей для больных. Чтобы сказать волю Божию, что ждет за это. И как выйти из этого, что за нас умер Христос. Пролил кровь свою, чтобы люди могли каяться и жить по-христиански. А вот такой вот вопрос. А почему вы именно в Бога верите? Ведь раньше же на Руси верили же в другие бога. Ну, было язычество. Да как не верить? А я спросил бы по-другому, почему люди не верят? Чтобы верить, достаточно иметь глаза, уши. Больше ничего не надо. Даже веры нету. Откуда все взялось? Смотрите. Ну, вы же не видели Бога. Не видел. А вы видели Юлия Цезаря? Нет. Нет. А почему, по Ильяновскому календарю живете? Не знаю. Так вот теперь, а теперь смотрите. От Юлия Цезаря мы получили название месяцев. А имеем 2019 год. Начало от чего этот год-то пошел? От рождения Иисуса Христа. От рождения Иисуса Христа. А вот со субботы идет воскресенье. А почему этот день называется воскресенье? Потому что Иисус Христос воскрес. Вот и все. Не надо ничего доказывать. Вы знаете, есть... Это все навязано обществу. Нет, знаете... Это мое мнение. И фильм Мастера Маргарита. Да. Так, Михаил Афанасьевич. И вот там Валант беседует с Берлиозом и говорит, ну... Я, честно сказать, не читал Мастера Маргарита. Нет, это фильм. В фильме. В фильме. И он говорит, надо доказать, что Христос доказательство. А Валант говорит, никаких доказательств. 2000 лет назад я его распял. Сатана. Валант, это Сатана. Вот и все. Черт, какие доказательства? Вот сейчас есть маленький ролик вышел. Называется Интерию с дьяволом. 12... Запишите себе. Интерию с дьяволом. Нет, я вам именно о язычестве говорю. Допустим, я не верю в Бога, но я верю в других богов. А Бог один, какие другие? Другие, это выдумано, их нет у богов других. Один Бог. Вот почему. Вот их я вижу. Знаете, что я вам отвечу на это. Ян Златоуз говорит, когда веру Христову ученики понесли, то в римском пантеоне было 500 божеств. Они кого завоевывали? А тут у них такая толерантность была. Пожалуйста, вот ставьте Бога, Бога своего. И христианам говорят, вот статуи Христа ставьте, молитесь, но приносите жертву еще и в честь императора. Но христиане, слушайте, выходя на арену, поднимали один перст и громко возглашали «Кристос Рыгна! Христос царствует!» И объявили войну всем божествам, 500, хотя это не божества. Он говорит, по названию 500, а в действительности ни одного. Сейчас нигде нет ни одного и в Венеры, никто не поклоняется Марсу, а христианству 2 миллиарда 200 миллионов. Так это же, ну, Иисус Христос, он же был евреем. Да, он был евреем по матери, по человечеству. Да. Значит, ну, это не наша вера, получается. Нет, это из Бога избранный народ, им Бог открыл, а через них мы получили. Ну, евреи избранный народ, и во время страшного суда он спасет свой народ. Вот вы задали вопрос, вы сейчас выслушайте. Я дальше буду задавать вопросы, практически никто не отвечает их. Я говорю, сколько наций на Земле? Я отвечаю, 2896. из всех наций от Адама до потопа 1656 лет прошло. А от потопа до Ваглонской башни, где языки разные появились, 721 год. И язык сохранился только один, еврейский считается. И Бог избирает Авраама и говорит, кто будет проклинать, тебе проклят будет. Кто благословляет, будет благословлен. Нет, вы просто не ответили мне на вопрос, на который он поставил. Так, а в чем вопрос? Вопрос в том, что Иисус Христос, он еврей, и в Библии написано, что он спасет свой народ, но еврейский. Все. Нет Елена, нет Иудея, Павел пишет. Первый Коринфян, первая глава, 18 стих. Вы же русский человек, панциоанинский. Да, русский. Это же не наша вера. У нас другие боги. Да, нашей веры вообще никакой нет. Мы полудикое племя были. Почему? У нас была вера. Ну, какая вера? Перуну поклонялись. Перуна. Ну, хорошо. Дашь Бог. И вы будете Ему поклоняться? Я? Ну, да. Ну, я не поклоняюсь, но я верю в это. Ну, как верить, когда там нет ничего? Ни написанного, никакого, ни молитвы нет, ни жертвоприношений. А Иисус умер за грехи людей. Почему? Есть жертвоприношения. Ну, я не знаю, какие у вас там жертвоприношения. Огурцы и тыквы? Я вам скажу то, что... Ну, вот вы Бога не видите. А язычество, языческие боги, это олицетворение живой природы. Да. Природа, видите, живая. Да. Ну, я ассоциуюсь с этим. Я вижу природу, я ощущаю ее. Так, на это премудрый Соломон говорит так. Если они увидели, как прекрасна природа, то они сразу должны были понять, насколько прекраснее тот, кто создал ее природу. Ладно. Давайте каждый из нас останется при своем мнении. Ну, мне очень интересно с вами подискутировать. Так, знаете, что вы внезапно исчезаете. Вот сейчас выключаете. Запишите заранее два слова. Ключ. Мы с вами встретимся. Пиши быстро, пока не ушли. Игнатий Лапкин. А где вас найти? Игнатий Лапкин. Два слова запомните. Игнатий Лапкин. Я записал. Вот. А потом, если пожелаете узнать, в Скайп. Напишите рядом Скайп. Я все вам ресурсы скину. Я не просто говорю. Скайп. А если вы в Ютуб зайдете, во свете Библии Игнатий Лапкин. Во свете Библии. Запишите. Во свете Библии Игнатий Лапкин. Это наш Ютуб канал. У меня. Хорошо. В нем 17 600 роликов. Наших. А то, что вы здесь сидите, это кому-то помогло? Мы пришли сюда, где больные все лежат. И мы пришли сюда, как врачи, по повелению Божию. Сюда? В четвертку? Да. Я здесь в общей сложности уже на месяца 4 нахожусь. Ну и помогли кому-нибудь. И вот столько сейчас разговаривал. Люди, которые есть, которые на других ресурсах меня знают и сразу приветствуют. Называют и все. Другие приходят. Ну, как прямой эфир не ведете, да, такого? Вот если вы зайдете по скайпу. Нет, нет. В Ютубе вы прямой эфир не ведете. Ну, как у меня канал свой. Ну, это, да. Но вы туда видео заливаете. Нет, нет. Скидете видео. Нет, нет, нет. А что это такое? Нет. Он говорит, прямой эфир ведете в Ютубе. Ну, это от начала делать-то. Нет, нам это никак нельзя. У нас очень огромные. И поэтому мы, что там, рекламу делают? Мы ничего не снимаем. Это тот, кто нам предоставляет место. Ну, ты вы вообразите. 17 600 роликов. Это даже в помине нигде нет. А тут даже 5000 ни у кого нету своих. А почему? Потому что у нас очень многогранно проявляется вера. Строим деревню православную, где нельзя лгать, пить, курить, материться, воровать. Я начальник детского лагеря. 45 лет, да еще 3 года в ином формате. Без помощи государства. Ни рубля нигде не получаем. Понятно. Ладно, при этом я с вами пообщаться. Так, если вы зайдете по скайпу, вы сразу меня найдете. Хорошо. А если потеряете, ну, Ютубе, под одним из роликов, запомните, под каким напишите. Я вам туда скину. Но не забудьте, что там ждет вас. С Богом. До свидания. Волю Божию. Понял, понял. Потому что здесь творится такое безобразие в чат-рулетке. А вы сами откуда? Откуда? Из кухни. Там позавтракал, сюда пришел. А, понял. Вы старообраться? Корни у нас, да. Но мы находимся в Святой Православной Церкви. А, понял. У вас там много всяких книг, да? Наверху, или, мне кажется. Так, вы и далековато от микрофона, плохо слышно. Я говорю, у вас всяких книг там много, да? Вверху, сзади вас. Что там, дети? Что там, спит или что? Нет. Он говорит, у вас много книг вверху, сзади вас. Да разве это много? А там в другой комнате, которая у меня тут была, там от пола до потолка. У меня своих книг вышло из печати моих. 38 томов книг. А о чем вы писали? Решили нам рассказать. А вот вы возьмите, запишите, что я скажу вам. Ключ отдам к сокровищам. Два слова запомнить. Вам не запомнят. Запишите. Давай. Игнатий Лапкин. Пишите. Сейчас записываю на телефоне. Игнатий Лапкин. Вы зайдете по скайпу, и я вам скину материалы. У нас очень большие сайты, форумы, мейл.ру. Удара. 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 Удара.